Девушки отдыхают В последние хотя бы одного дня он умирал. В кавычках, конечно. Играла дурацкая траурная музыка и экран газ. Такая же участь ждала маленького друга, если хозяин мало общался с ним. Тогда у него пропадал аппетит, индикатор счастья опускался до нуля, электронная тварь переставала жрать и тоже подыхала. Вот уеду я, кто будет следить за Пашкой? Был бы он такой же маленький, я бы положил его в карман и увез с собой. Давай, езжай в свою Америку. А друг пусть загибается тут в долгах. Что? Я же сказал, родители оплатят долги. Оплатят, конечно. А другие долги? Какие другие? Что, я новых долгов не наделаю? Ладно, раз уж решил, едь, конечно. Это же Америка. Кто бы отказался? Разве что настоящий друг. А я кто? Я всего лишь детского сада. Так, случайно знакомый. Слушай, а если тебя женщина попросит? Какая женщина? Ну, какая она? С ногами, с грудью. У Женьки, например. А, она не попросит. Мы не разговариваем. А в чем дело? Вы поссорились, да? Да так. Что случилось? Полез мацать? Там другое. Она сказала, что не рваным. Ну? И все? Ну, типа все. А. То есть, ты выломал тут двери ногами, наехал на преступного авторитета, влез в долги и потом все профукал только потому, что у нее есть какое-то мнение по поводу группы Нирвана, отлично от твоего? Ну да, лоханулся немного. Вася, ты не лоханулся. Говорить, что ты лоханулся, это оскорблять лохов. Ты тупиковая ветвь эволюции. Природа не хочет, чтобы ты размножался. Не все, Паша, живут ради размножения. Есть кое-что важнее баб. Музыка, например. Как музыка может быть важнее баб? Музыка – это способ, а бабы – цель. Ты как маленький. Не-е-е. Нельзя тебе в Америку одному. Я увезу тебя в своем сердце. Да ну тебе. Ну, не так уж все и страшно. Музыка, милая комнатка, без всяких этих джакузи. И никакие стариканы не пристают. Ань, ты просто так пришла? Ань, может, ты попросить о чем-то хочешь? Нет, ничего. Просто пришла посмотреть, как ты тут устроилась. Слушай, а вот этот дяденька, который тебе 500 баксов подарил, он часто в ресторан приходит? А тебе зачем? Он мне показался интересным человеком. Ты же его не знаешь совсем. И достаточно я его знаю. Он тебе квартиру предлагал, 500 баксов подарил. Я тоже хочу 500 баксов. Ань, это уже проституция называется. Это вопрос терминологии. Я думаю о своем будущем. Не о таком будущем ты мечтала? Ты в травиату в большом петь хотела? Одно другому не мешает. А как же Стасик? А что Стасик? Стасик скоро в армию загремит. Потому что учиться надо, а не по девкам бегать. По каким девкам? По мне. Познакомь меня с этим дядей. Это не дядя, это бандит. Он тебя на куски порежет и в бочки засолит. Ну, ладно. Не буду я связываться с бандитом. Но можно хотя бы посмотреть, как птица у московой маме оривает? Нет, Ань, ищи папика в другом месте. Из двадцати поддонов два ломаных! Да, это шесть баксов! Я знаю, что я сейчас по Межгорду больше наговорил. Но, давай так, либо шесть баксов, либо два новых поддона. Вот так вот. Я не жук, а бизнесмен! Чего тебе? Я спросить хотел. Можно мне освещение какое-нибудь в подсобку? Я просто ночью спать ложусь, боюсь смять что-нибудь или съесть что-нибудь не то. Может быть, вы мне торшер какой-нибудь недорогой купите? Чего? А, вижу, что не купите. Вы же бизнесмен, а не жлоб какой-то. Я пойду. Погоди. А ты чего? В подсобке продукты жрешь? Это я на всякий случай. Вдруг во сне нечаянно. Вот, значит, в чем дело. Вот, что, значит, происходит, да? Ты что думаешь, что вот так вот можно оскорблять свою жену? Вы водки просили штекер протереть. Вот. Спасибо. Очень, кстати. Да, ну я штекер бритвочкой почистил. Тут вроде все нормально. Не надо. Что же нам с этим делать-то? А мы вот как поступим. Сергей Сергеевич, ну что же вы целое представление устроили и штекер припили? Вы б меня так попросили, я б принесла. Наташенька, вы моя волшебница. Ну, можно я вас буду называть Наталией? Да? А зачем? Потому что я хочу вам посвятить песню сегодня. Правда? Мне еще никто никогда песен не посвящал. Не, ну как за мной ухаживают, но так интеллигентно, как вы, никто. Я думала, он другую нашел. Это я хоть как-то могла бы понять. А с этими мне что делать, а? Как с ними быть? Я даже не знаю, где они живут. Как я им волосы выдеру? Ну что ты, ну что ты ревнуешь меня к журналу? Успокойся. У меня с ними ничего не было. Я бы тебя не ревновала, если бы у тебя со мной что-нибудь было. Как только начался этот ресторан, все хуже и хуже. Сколько ты собираешься еще увиливать от своего супружеского долга? Тридцать шесть дней! Да я не увиливаю. Ну, просто ты не понимаешь, что здесь происходит? Здесь такие страшные люди работают. У меня за страх уже все втянулось, как у черепахи. А журнал, значит, твоей черепахе нравится, да? Только ты будешь виноват, если я вдруг приму ухаживание другого мужчины. Натылла, ты меня знаешь. А ты меня нет. И не думай, что я никому не нужна. Значит так, из зарубежных хитов. Ай шоу ю дэнса и ол зэч и вонс, вот, из нашей, так сказать, эстрады. Ля-ля-фа. Коп-хей-ла-ла-лей. Плачет девочка в автомате. А, да. И Натали. Натали откуда взялась? Ее же не было. Да, че за Натали? Натали, ну, ну, это, Натали мои печали. Натали, это, ну, не, она нормальная, она народу нравится, главное. Я даже знаю, какому конкретно народу нравится. Вон тому. Да? Какая разница? Ну, главное, что она женщинам нравится. Это, может, перерыв? Можно? Очень надо. Опять? Может, хватит уже на морс налегать? Морса жалко. Мне надо что-то пить. У меня стресс. Сейчас. Есть какой-нибудь карандаш? Сейчас, секундочку. Опа, подожди. Сейчас, секундочку, подождите. Стоп-топ-топ. А, откуда ты? Я же помню, что брал. Ух ты. А тебе, че надо было? Карандаш, что ли? Я там щас кому-то палец сломаю. Я там щас кому-то палец сломаю. Далее. В следующий раз буду шмалять через дверь. Ой. Здрасте. А я, думал, я один? Ничего страшного. У меня дома с имбернаркой меня еще не такое видение. Но если вам не втерпешь, я могу уйти. Зачем? Я не раб своего организма. Минут семь у меня есть еще, поэтому буду краток. Павел. Нателла. Очень приятно. Какое музыкальное имя. А я, кстати, тоже музыкант. Да. Группа своя здесь. Знаете, мне кажется, я погорячился насчет семи минут. Надо бежать. Вот так всегда с мужчинами. Стоит только заинтересоваться, а они все. Надо бежать. А вы приходите вечером. Будем играть. Последний раз в классическом составе. Придете? Конечно, приду. Да вы бегите, бегите. А то я не прощу себя, если такой симпатичный мужчина лопнет. До вечера. Мужики. То есть, мужики и девушки. Я тут подумал, Сергей сегодня песню предлагал Наталье. Не такая уж она и плохая. Я ее прокручивал там в голове. Утали мои печали, Натали. Хорошая песня. Со смыслом. С таким. С женским. Давайте ее встаем в программу. Это поворот. Там в туалете что? Потолки низкие. В смысле. Ну что ты головой, что ли, треснулся? Какая Натали? Нормальная песня. Про любовь. Да не буду я ее играть. А че ты возникаешь? Ты вообще через неделю в Америку сваливаешь. Какая тебе разница? Будешь там нормальную музыку играть, а мы тут, Натали, в Америку. Вот это вот шмары говорит, что к тебе. Это не ко мне. Сергей Сергеевич, я к вам. Аня Самсонова из вашего института. Из института, где никто не должен знать, что вы здесь поете. Витя, попусти. Это моя студентка. Ладно. Я просто подумал, что проститутка. У нас тут с этим строго. У нас свои. А, кстати, хорошая. Для своих скидка. Иди там пацанам передай. Давай. Давай. Ты правда решил в Америку уехать? Родители обещали отдать все долги, если я уеду в Америку учиться. Ну, такое условие поставили. Что же получается, я зравей день нирвану слушаю? Серьезно? Серьезно? Как тебе? Такой парень симпатичный на фотках. А поет как? То есть пел. Какое-то дерьмо. Ну, ты попыталась. Женя, а где Аркадий Леонид Шир? Серьезно. Привет, Тольке. Ну, привет, музыкант. А следующая песня посвящается одной очаровательной женщине, которая находится в этом зале. Песня называется «Натали». А она посвящается одной женщине, которая находится в этом зале. Сергей Сергеевич, прошу. В старом парке пахнет вольной тишиной И качаются на веках облака Сколько времени не видели с тобой Может, год, а может, целые века Ни за что теперь не отыскать следов В дальний край, где мы друг друга не нашли Я пришел к тебе из позабытых снов Как приходит... Паша, а что это за прикол с Наталей? А, твали! Утоли мои печали... Прикинь, Женя специально слушала нирваны Мне пофиг Знаешь, что она сказала? Дерьмо, говорит Вась, тебе не все равно? Скажи лучше, прыщик не видно? Какой из двух? Ладно, пофиг Начнем танцы Натали От судьбы и от тебя мне не уйти Утоли мои печали, Натали Натали, Натали А что это, Паша, с женой Гарика танцует? Жить не довела? Потерял я где-то в бездорожье Как с женой Гарика? Нашего Гарика? Нашего, нашего Помнишь такого, с пыльчего? У него еще много друзей-бандитов Блин, ну это же всего лишь танец Он же просто танцует, ничего такого Да, ничего такого Я бы с женой Гарика точно танцевать не стал Извините, а можно вас разбить? А не смотри, я сегодня на расхват Вась, ты что творишь, а? Спасаю дебила от смерти Ты знаешь, чего это жена? Да мне пофиг отпусти Нет, тебе не пофиг Это жена Гарика Все ли не она? Нет, мне просто нравится танцевать с мужиками Это жена нашего Гарика? Да Мы сейчас медленно вальсируем к нашему столику Сидим и молимся, что никто кроме меня не видел Как ты его жену трогал за задницу Мы же не хотим умирать? А может я хочу? Может меня лучший друг бросил? Да никто тебя не бросил, я вообще передумал ехать А ну-ка не врать, иначе я умру в танце с чужой женой Да, я серьезно, я не еду, все, остаюсь Точно, точно? Да Надо только придумать, что делать с деньгами Да с деньгами решим что-нибудь Ну вот, все, я освободился Продолжим? И че ты пришла? А? Тебе же не нравится наш ресторан А теперь нравится Да? Да, слышишь песню? Это, между прочим, мне посвятили Интересно, кто? Кто? Один мужчина А вот кто, я тебе не скажу Ну, может ты все-таки скажешь, а? Я тебе обещаю, я его бить не буду Просто интересно Ну, это такой один творческий человек Который сумел разглядеть во мне женщину Удивительно Что это? А я ничего не знаю, я просто курьер Я передам Свободен Утоли мои печали, Натали, 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 Натали Извините, я плохо спел Сфальшивил Сергеич, ты извини Я понимаю, Игорь Арамович Я сам очень ревнивый Нателла, Натали Вот это совпадение Ну, ничего Ну, главное, все разрешилось Не все, конечно Ну, с тобой все Ладно Нателла Ты меня убедила Хочешь мужа, ты его получишь Сегодня ночью Весь супружеский долг с процентами Это будет сказка, я тебе обещаю Игорь Арамович Да Вагон А че так дешево? А со старым владельцем что? Да ты что? На царство ему небесное Так сколько там окорочков? Шестьдесят тонн? Конечно, выезжаю Все? Сказки не будет, да? Да Нателла, так окорочка же Продукция карапортища Аркадий Леонидович Аркадий Леонидович Давай в двух словах Денег не будет Так Давай больше слов Я решил остаться Ну и родители, соответственно, не заплатят А не стыдно? Родители настроились на доброе дело Денег мне дать Мне очень жаль Ну, от долга я не отказываюсь Долг я признаю Фух Прям полегчало Не знаю, что бы я делал Если бы Василий не признал бы долг И отказался бы платить Понимаете, мы тут посчитали по этой схеме По ващебазникам Хорошая схема Да, по этой схеме получается, что чем дальше, тем больше мы должны А я же говорю, хорошая схема Действительно, че я с тобой как с ващебазником? Они плохие, они крестьян эксплуатируют Ты ж не такой? Нет Черт с тобой Отдашь на срочку четыре тысячи Мы же пятьсот должны Твои родители обещали мне четыре тысячи баксов Я настроился уже О, Вась, а ты доктора не видел? Мне сказали, он где-то здесь Паша, с деньгами я все решил Отдаем четыре тысячи и свободно Ага, хорошо Паша, в меня смотри Это жена Гаррика, это нельзя Ты понимаешь, чем это грозит? Я, конечно, понимаю, что это брак, что ли? Болит ушко Очень болит А если я поцелую, пройдет? Ой Пожалуй, пожалуй, не стоит А то я боюсь, что я не солдат С тобой перестану быть жентель Сергей Сергеевич, вы такой талантливый Такой начитанный Так много всего знаете Вам это так заводит И вам порой стоит быть медзем Нет Паша Паш, ты где? Именно так, Сергей, Сергей Нет, это не Паша Подержи Это ты здесь с выключателем балуешься? Нет Эта везде погасла А ты что здесь делаешь? Я доктора ищу Точнее, искала Зачем? Я познакомиться хочу Тут схотела Очень приятно Извините, мне бежать надо Вася, я сейчас говорю не как Женя, а как вокалистка нашей группы Я слушаю Я считаю, что твой отъезд разрушит наш коллектив А я в нас верю, в нашу группу Поэтому я прошу тебя еще раз подумать Ладно, я подумаю Оставайся, пожалуйста Я не знаю, повлияет ли это на твое решение или нет, но Мне на самом деле Некоторые песни Нирваны понравились Только некоторые? Ну, в остальные я, наверное, не врубилась еще Я еще послушаю, я все кассеты купила Да не напрягайся, кому я тут нужен? Ну, нам, нашей группе, мне Ты действительно разбираешься в музыке Женька, ты чего перед ним унижаешься? Он никого не едет Он давно решил Дурак Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok